не плакать хочется и не грабить русских людей не грабить не снимаешь не снимаешь почему снимаешь за то что у него токсичка торчила к вам они уже все прежде вообще у нас тема особенно да и без шуток привет друзья тема правда особенная для меня и возможно будет для вас почему мы решили затронуть эту тему давай сразу скажу тема религиозная сразу предупреждаю мы не собираемся и даже в мыслях нет оскорблять чувство верующих обижать кого-либо мы не будем бегать ловить покемонов в церквях не будем там петь кричать ничего подобного не будет в детстве я был очень верующий мальчик и первая моя книга в 6 или 7 лет которую я прочитал была библия новый завет я знаю все заповеди оттуда все 10 не убей не прелюбодействуя не выжилай жену ближнего не упоминай зря по имя господа в общем все знают то есть меня в принципе есть на эту тему что сказать и от верующего мальчика к неверующему я пришел косу осознанно мы в этом выпуске съездим три церкви это православная церковь это католическая церковь и протестантская церковь и посмотрим что из этого получится я говорю вы повторяйте я узнал что у меня у а красавчик я узнал что у меня есть огромная семья давай все меньше не мешать все вместе я узнал что у меня я узнал что у меня есть огромная семья и тропинка и листок и листок в поле каждый колоссов и красавчик а теперь все вместе друзья всем турбосалют на связи макс топор и это дикий тай специально для дневник отча вот так здесь добывают кокосы их чистят я надеюсь он мне и не всадит эту пику в башку за то что я веду здесь съемки потому что разрешение разрешение на съемки от администрации острова я не получил я узнал что у меня есть огромная семья и тропинка и листок у него хорошо получается давай в поле каждый колоссов так тебе чипсы жрать нельзя ты толстый очень сильный человек сильный человек ему чипсы жрать нельзя ему вода кальмары все больше ничего давай еще раз вау ничего себе как тут красиво привет о боже я смотрю картины так красиво я отвлеклась я обычно всегда подготовлена и оно спокойно привет Амиран о о великий блогер ты вот подумаешь да это я общусь с кематанчиком там очень много разного белья я ссори с таким раскрасом потому что я сразу после кастинга а че за кастинг? минуты славы я же участвовала ты в кастинге минуты славы? да я прошла серьезно? да а че делать то будут? ну сейчас нужно будет ждать прямая семья с твоим шоу что с моим шоу? ну будет вот это шоу да которое вот я видел в инстаграме да вот оно будет да? я выступала было страшно я боялась короче рассказываю и я вот спустя час это Юля а я когда был в Golden Girls я тебя там мог видеть с Олегом и Саней мы там снимали с Лакелей? я думаю что нет а как бы мне описать твою работу? мою работу? да ты можешь сказать что я артистка флирта флирта? мужского клуба Golden Girls стриптист клуба можно так говорить? да можешь сказать Elite Men's Club как Elite Men's Club? да прикольно в общем это Юля она нас бомбила со всех соцсетей и писала письма она хотела очень засветиться в ДХ я там видел некоторые фотографии скажу честно мне понравились они а где всплывут они? где-то здесь вот здесь пусть всплывут можно? я видел то что она умеет и почему нет why not пусть зрители решат окей сами в общем если они говорят что Юля офигенная пусть она появляется чаще смотри у тебя такой раскрас такой щели в джунгли пойдем а мы сейчас пойдем в джунгли мы в Лужниках там будет чемпионат мира 2018 здесь пока крутое место где можно подрифтовать люди иногда со стороны смотрят не понимают как на этой машине есть я катаюсь зимой но она реально крутая она преодолевает любую грязь преодолевает снег она устойчивая на дороге в заносах и в дрифтах кайф нереальный просто я не знаю я влюбился в эту машину что бы вы там не говорили про то что я пиарю BMW или там целую их в жопу они мне платят это все не правда мне просто нравится эта тачка и еще хотите спойлер это или как говорится летом BMW будет давать все свои мотоциклы нам на тест и самое крутое первое что сделали сейчас это сделали BMW электрический скутер который дадут Олегу и он будет тоже на нем кататься вот ну и я естественно тоже его потэщу в общем много всего прикольного будет BMW вы крутые спасибо вам ну а че все равно скажут блять это проплачено садись поэтому посмотрите у меня тебя богословили над рифт я качусь но это не дрифт ну это офигенно смотрится да они подумают ну че мудак что ли она же как на лыжах блять смертной в전에 велиносчка наши любимые суперברים помощница моя она каждое воскресенье ходит в протестантскую церковь и И я видел несколько видосов оттуда с богослужения, и мне показалось это очень интересным и в какой-то степени удивительным. То есть что они там делают? Они каждое воскресенье, их пастор снимает ночной клуб, известный в Москве, где проводятся концерты, корпоративы, всякие фуршеты, и там у них проходит богослужение. Они там поют, он там читает проповеди. Получается, Бог дал жизнь человеку, потому что у него была нужда. Если ты начнешь пускать свою жизнь похоть и грех для сражения, ты сто процентов проиграешь. Это говорит Библия. Я очень попросил Эвочку меня с ним познакомить, чтобы он дал мне интервью. Потом я ее протяну, потому что надо высыпать, завязать. То есть за сюда? А я завяжу, получается, этот... Резать ровно же не обязательно? Не, не обязательно. Так будет даже интереснее. Дневник. Хача. А сейчас серьезная передача «Жопа и я». И мы берем интервью у нашей жопы. Привет. Как тебе у нас в офисе? Прекрасно. Говорячая жопа. Тихо-тихо-тихо-тихо. Друзья, привет. Я Гена. Мы здесь. Стоим возле Европейского. Бомбим. Но бомбим бесплатно. Мы пересекли практически отметку полтора миллиона подписчиков на канале. Хотим покатать вас, дорогих подписчиков, бесплатно, куда вам надо. Первого забираем от Европейского. Кто первый приходит, везу его до дома. Ну и там от ближайшего метро другого буду забирать. Давайте, ждем вас. Срочно зайди в Инстаграм и вот. Правда? Все, садись, красава. А тебе куда надо? Я не знаю, просто пришел с тобой вообще это фоткаться. Но ты вообще путь куда держал? Я ждал друга здесь. Он должен что-то прийти. А, тебе просто сфоткаться? Ну давай сфоткаться. Это был Тамерлан. Хороший парень. Че стоишь? А? Че стоишь? Камерану пришел. Ну, че стоишь? Можно садиться? Ты видос видел? Точно? Садись. Все, пацаны, мы уехали. Надо отвозить пацана. Ты в Таджикистан? Да. Это сколько лет? Семнадцать. Серьезно? Тебе семнадцать? Блять. Если бы я тебя увидел где-нибудь в переходе, я бы обосрался. Почему? Потому что ты выглядишь как боец ММА, которому лет 27. Не замерз? Да я че? Хатика, что ли? Хатика. Пожи, хати. Холодно, а мы замерзли. Мы сейчас приехали на Малую Грузинскую, поснимать хотели и поговорить, чтобы нам сделали экскурсию. Снаружи разрешили поснимать, внутри не разрешили поснимать. Познакомились с отцом Кириллом, показали, собственно, наш канал, вообще, что хотим снять, показать разные направления. И чтобы не однобоко было, что вот только я там не верю и свое мнение буду высказывать. А чтобы священнослужители тоже могли высказаться и так далее. Но как-то, видимо, его смутил канал. Он не захотел сниматься и не разрешил снимать. У меня с петлички нет, можешь далеко не убегать? Как дела? Хорошо, добро пожаловать в наш офис. Здрасте. Юля продюсер нашего канала. А, это вы ему генерите контент? Ну, как она помогает. Ну и как? Ну, легко с ним работать? Не просто, но полезно. Скажите, тяжело контент генерить? Очень. Да? Я еще учитываю то, что выпуски раз в неделю. Это пахота, конечно. Не успеваешь подготовиться, не успеваешь углубиться, а надо выдавать. А тебя еще хейтят и говорят, а давай старайся лучше. Нет, тебе уже пишут, ты зажрался, свинья? Нет. А мне уже давно пишут. Ну, мы стараемся пока оттянутся, поэтому мы работаем. Он неизбежен, ребята, скажу вам честно. Ну, во-первых, смотри, сохранил, видишь, самый честный хач, возвращаю. Передал миллион рублей, которые сегодня мы будем переводить ребятам, которые у нас победили. Да. А почему ты в этом выпуске, в сегодняшнем, не выложил, как ты разыграл его? Ну, потому что я прилетел только вчера, были проблемы с интернетом, мы не могли долго его выгрузить. Плюс мы... Смотри, моменты с розыгрышами, тем более с такими крупными призами, очень, очень тяжело воспринимают зрители. Они и так все недоверчивые, все их наебывают обычно. Поэтому ты обязательно в выпуске выложи, как ты это все раздавал. Я, да, ну, сори, на самом деле, что так получилось, потому что у меня это первый опыт. Да. И мы обысраились, можно сказать. Забыл спросить, Дима, сколько часы обошлись? А сколько? Два миллиона рублей. Но все уже знают, что ты богатый, два миллиона рублей. Почему золотые все, вот скажи мне, пожалуйста? Слушай, мне никогда не было золотых часов и... А почему желтое золотое? Ну, мне нравится. Нравится? Да, я часто одеваю темную одежду. Ну, да, ну, тебе они очень идут. Мне бы не по шлеп, как хач выглядел. И так хач. Меня бы это подчеркнуло бы еще сильнее. А тебе идут очень сильнее. Да, мне понравилось. Му-у-у-у-у-у. Мы сейчас приехали. Сейчас приехал в протестантскую церковь Воскресенье Богослужение идет В общем, в католическую нас не пустили Пообщаться никто с нами не захотел Православную тоже Не пообщаться, не поснимать Внутри не дали Вот в протестантской разрешили И сам пастор готов в итоге интервью дать После богослужения Ну что, надо еще на проповеду, да, миссия? Да Или что? Да, да Если вы сегодня здесь впервые, большое вам спасибо за то, что вы пришли Владайте, если вы поможете, я вас просто приглашусь Спасибо за приглашение, Амиран Это я, это вам спасибо, что пришли Амирана говорила, что вы молились за меня, это правда? Да, да Честно? Да И сегодня молился Просто так? И буду молиться, да Или чтобы мы познакомились? Нет, просто так Спасибо Очень приятно А скажи, пожалуйста, как ты считаешь, вот для того, чтобы общаться с Богом, покаяться, раскаяться, поговорить с Ним, обязательно нужно ходить в какую-либо церковь? Или нет Нет Церковь вообще ни при чем к личному покаянию человека, если только человек не хочет исповедоваться Если человек, что такое исповедь? Это когда ты накосячил, ты понимаешь, я виноват перед Богом, и ты дома садишься, во-первых, с Богом нужно общаться, еще раз повторяю, он очень адекватен, он понимает любой язык, вот, и так далее Когда ты так говоришь, у меня ощущение, что ты с ним пообщался вот Я с ним общался, но там, сегодня утром Он тебе ответит И он мне отвечает Ты передаешь им повалом Иногда, я не могу сказать, что я там в жизни, который там, привет, привет, вот, нет, но тем не менее, в моей жизни есть периоды, когда прямо неслышимо, но очень четко Бог мне говорит Например, я могу какую-то ситуацию переживать, об этом молиться, и я засыпаю, мне снится конкретный сон, об этом, об этом, я его вижу, я это делаю, и это происходит То есть других объяснений ты не находишь, почему тебе это снится? Ты знаешь, если тебе просто подольше бы рассказать, там никто не найдет объяснений, потому что это сверхъестественно, то есть абсолютно сверхъестественно А к чему стремишься, к чему хочешь? Я вообще, ну я футболист, я хочу стать футболистом Вот, блядь, с этого и надо было начинать, ты хорошо в футбол играешь? Ну так, нормально А с детства, да, играешь? Да А почему, а сейчас куда-то ходишь? Где ты развиваешься? Ну я вот сейчас только... Так ты сейчас золотое время теряешь, тебе надо постоянно тренироваться Ну у меня негде тренироваться сейчас, у меня же гражданство нет еще Дядь, поверь мне, в Москве, чтобы играть в футбол и тренироваться, тебе гражданство не нужно Ну вот скажи тогда, я не знаю, возьмите меня куда-нибудь играть, может кто-то... Как тебя ВКонтакте найти? Арзур Устамов Как? Арзур Устамов Арзур Устамов, ты на аватарке? Да Ну вот, если кто может взять пацана играть, помочь начинающим футболистам Ты сколько лет уже играл в саму? С самого детства С самого детства? Ну как сюда приехал и начал уже в футбол играть Да, давай, короче, предлагай его сейчас приспособить в какую-нибудь команду играть Иначе он что будет делать в ближайшее время? Ходить в переходах, отжимать кошельки, вступит в ОПГ, будет грабить квартиры и потом уедет в Таджикистан Давайте не допустим по этому, а пусть играет в футбол, блядь А ты будешь подойти сразу? Вот так, да И в камер О боже, о боже, о боже Тыс Есть еще? Чуть-чуть, ну там не видно, я думаю, было Ваше здоровье Цак Прикольно Полный привод вообще Как новая аудюха? Слушай, она круче Круче чем в ламборгини Серьезно? Круче Она же полноприводная А ламба нет Ламба нет Ламба тоже полноприводная Но это звучит совсем другие машины Вот аудио, она такая, она очень технологичная Да И там ты ее просто чувствуешь, ты с ней сливаешься воедино А ламба она какая-то сама по себе, а ты сам по себе Но на самом деле ты всегда считал, что BMW i8 круче всего, правильно? Я не буду это комментировать Я не хочу сбивать рейтинги Ладно дядь, спасибо Спасибо тебе огромное Давай заходи в гости тоже Девушки, никогда не выходите замуж за красивых пацанов И все Скажи пожалуйста, как ты относишься к атеистам? Людям, которые не верят в Бог Хорошо Честно Я отношусь с сожалением Объясню почему Не с сожалением с тем, фу, с сожалением А с сожалением с тем, что чаще всего На 99% Это люди, которые не пробовали По-настоящему Не изучили вопрос, что такое отношение с Богом И кто такой Бог Я могу просто сказать Эх, не пробовал ты Не пробовал ты Я могу тебе за себя ответственно сказать Да Что пробовал Очень долго Сомневался Потом Не с теми пробовал Снова Снова пробовал Да И к какому выводу пришел лично я Это мое мнение Конечно Я не хочу оскорбить чувство верующих Ни в коем случае Вера нужна слабым людям В первую очередь для чего Потому что Вот за те страдания, которые сейчас здесь у тебя происходят Даже мама мне, когда у меня что-то не получалось Меня обманывали или кидали Она говорила Сынок, Бог все видит, твоя душа чиста Что воздастся там Это первое Второе, это дает надежду На то, что в конечном итоге мы вечные Не оборвется наша жизнь сейчас И не прекратится Это некая опора, которая помогает Тебе ощущать некий смысл Прийти осознанно к атеизму А к атеизму приходит именно осознанно Достаточно отважный поступок Понимать, что ты вот сейчас закончишься и все Ничего не будет Что жизнь бессмысленна Очень тяжело На это нужно много внутренней энергии Я бы с тобой поспорил В этом смысле Потому что я жил в наркотиках И мне было бы легче понимать, что Бога нет Я бы с удовольствием скололся И жил бы как хотел Потому что зная, что Дальше меня за это ничего не ждет Я бы, честно говоря Жил бы на полную Хлебая дерьмо Инстинкциям о сохранении, видишь? Возобладал Да, вот, наверное Я тебя очень прошу Не грабь никого Ладно Дай мне слово, что ты не будешь грабить никого Дай мне слово Ты об этом пожалеешь просто сам Не важно Пойдешься Блядь, я тебя найду Золотые часы? Нет Отжал? Нет По утрам встаешь каждый день Пока чистишь зубы Говоришь себе Не грабить русских людей Не грабить Я приехал сюда А то есть не русских можно? Нет Не русских тоже надо Хорошо Молодец Говоришь, я приехал в Москву Честно работать Трудиться Построить свой бизнес Я не буду никогда грабить никого Пока мы до меня доедем Я уже забуду это все Вот ты себе напоминай каждый день об этом Друзья У нас просьба к вам Мы потеряли дедулю В общем В новый год Гена ему звонил Чтобы поздравить Он У него трубка была недоступна Правильно? Нет В новый год он трубку не взял Не взял Потом у него трубка была недоступна Видимо разрядился телефон Да Жене мы звоним трубку Для которой тоже купили И через деда передали Она вообще недоступна В 9 утра на его место Постоянную локацию Ездили Искали его Его нет В общем не знаем что случилось У меня есть предположение Что его жена Ольга На какие-то моменты обиделась Но я считаю это Ну можно встретиться Поговорить там Уладить все Мы ничего такого не сделали Намерения были хорошие Только помогать Сделать ремонт там и так далее Видно было что дед воспрял Надеюсь она его не поругала Она ему не запрещает с нами видеться Если вы это увидите А я знаю что Ольга смотрит Разрешите нам пообщаться с дедом и помочь вам А какое обращение к подписчикам Я понял Я понял Я понял А вот здесь люди Которые в принципе понимают Что мы все под одеялом Жалкие Злые Несчастные И так далее Вот сейчас я тоже понимаю Они смотрят сейчас на то что ты говоришь Как ты модно одет Красиво выглядишь И не верят многие в это Я не претендую сильно Чтобы они мне верили Потому что честно говоря Вот сейчас даже ты Свой рассказ Твое свидетельство Да Мне хочется остановиться на колене И извиняться перед тобой За то что ты видел Потому что Так делать просто нельзя Ну честно Меня даже Меня это убивает Вот Потому что мне плакать Мне плакать хочется Когда я это слышу Почему Потому что Ну Бог не такой И церковь не должна быть такой Я еще кое-что в жизни плакал Верующий человек слаб В моем понимании Разумный Асоциальный А разумный Который может адаптироваться В нынешнем обществе Становится пастором Ахахахаха Да Я такого вывода еще не слышал Спасибо 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 А если ты не будешь Сожалеть о том Что дал мне Ты поверь Я к такому сейчас привлеку Все А там по поводу вашей проблемы Желаю Удачно Вырулить это Как я сказал Нехотимо наказуемо Докажусь Потому что то что сейчас делают Я такого в жизни не слышал Спасибо Счастливо Субтитры сделал DimaTorzok 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 Уurar До этого Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...